Иди сюда, ложись и лежи, пока я буду видео записывать. Привет. 21 июля. Цок-цок-цок-цок-цок. Всё, прискакал. 21 июля. Полдень. Июльский полдень. Капает из вафли на брючем хор детских голосов среди громады новых корпусов. Значит, что я хотел сказать там? Да. Наша традиционная рубрика в рабочий полдень. Пока гладил вместо того, чтобы посмотреть новую серию пацанов. Что, на мой взгляд, гораздо было бы интереснее. Вот. Я посмотрел последний статус. Ой. Шульман. Вот. Зачем-то. В очередной раз. Да. Как это? Под прошлым видео набежала куча народу. Сказали, что А вот если вы удалите имя Екатерины Шульмана из заголовка, то у вас просмотры упадут. Я так понимаю, что люди считают... Ну, насколько я это себе представляю. Люди считают, что это несправедливо, что я сначала, значит, пишу... Как-то вы пиаритесь на чужом горе. Я пишу имя Екатерины Шульмана из заголовки, а потом её ругаю. Они такие, как так можно? Да, значит, вот... Ну, ладно, неважно. Ну, как же. Я как Мартиши Адамс сделаю это ещё раз. Я посмотрел статус, статус и статус. Как бы ничего интересного. То же самое мы это уже слышали. Ой. Смысл институтов не в чём-то... Не в том, чтобы вам что-то новое рассказать, а в том, чтобы повторяемость, так сказать, была. Но в финале у этого статуса была интересная штука такая. Я, как Рената Литвинова, я прямо сейчас вся вскрикнула. Значит, что-то у меня как-то слишком много статус прекрасных женщин. Значит, в финале был вопрос. Спросили Екатерину Михайловну, я сейчас не цитирую, я сейчас как-то по памяти. Значит, спросила девушка Екатерину Михайловну, а как... Вот, допустим, на завтра наступает смена режима. Как людям, у которых сейчас есть уголовные дела в России, например, возвращаться в Россию? На них уголовные дела заведены. Значит, законы отменяются медленно. Все эти системы нужно будет как-то рассматривать и так далее, и так далее, и так далее. Вот, значит, что в такой ситуации делается? На что Екатерина Михайловна говорит, что вот нет ничего проще, объявляется амнистия. В Госдуму вносится законопроект, значит, описывается группа людей, которые подпадают под амнистию. И для этого, говорит она, добавляет, мне вот это особенно понравилось. Для этого, говорит она, даже не требуется смена режима. Любой, кто, например, приходит на смену Путину, да, не обязательно сменять полностью режим. Он может остаться условно авторитарным. Он говорит, ну, он не говорит это, как бы я сейчас от себя добавлю, потому что, значит, не обязательно смена режима, для того, чтобы объявить амнистию, не обязательно смена режима. Ну, то есть, режим остается авторитарным, таким, какой он есть, условно, Владимир Соловьев никуда не девается. Но объявляется амнистия, и, условно, иностранные агенты могут совершенно спокойно вернуться в Россию без опаски, что их посадят. Например, это так работает. Не то, чтобы я какой-то большой специалист, не то, чтобы я политолог или юрист, да, специалистом, но, как бы, даже я, в принципе, будучи тупым дизайнером, знаю, что у слова амнистия есть определенное значение. И слово амнистия предполагает, как бы, скажем так, определенную, что же такое-то, определенную конфигурацию. То есть, как это работает технически? Что такое амнистия? Ты совершаешь преступление. Суд на основе тех докторств, которые предоставляет обвинение, сторона обвинения, признает тебя виновным. Мы сейчас, вот, мы, как бы, мы идеальную версию рассматриваем, мы не говорим про российский суд, да, мы говорим, что, да, действительно, ты совершил преступление, да, действительно, доказательства против тебя были не фальшивыми, не подделанными. Суд справедливо рассмотрел все за и против и вынес справедливое решение. И ты, значит, ты получаешь, тебя наказывают. Например, ты, там, не знаю, отправляешься в тюрьму на 6 лет за спектакль. Вот. А после того, как, значит, там, после, через какое-то время, ты ведешь себя хорошо, у тебя маленькие дети, значит, на иждивении, вот это, вот это, вот это и вот это, и тебя, значит, ты попадаешь под амнистию. Амнистия предполагает, вообще-то, что преступление никуда не девается, наказание никуда не девается, судимость тебя не снимается. Ты остаешься осужденным человеком, который совершил преступление, который, значит, который справедливо понес наказание и так далее, и так далее, и так далее. Но просто ты выходишь на свободу, условно, мы исходим из мысли, да, что тебя в тюрьму посадили, мы исходим из мысли, вот, значит, ты выходишь на свободу раньше, чем, как бы, тебе было положено, потому что гуманизм и прочая, значит, как это, ну, вменяемость и так далее. Я не думаю, что Екатерина Михайловна не в курсе значения слова амнистия, она знает об этом, но если она говорит, что объявляется амнистия, то, как бы, ну, чисто технически, это что означает? Это же ведь распространяется не только, там, условно, на тех людей, которые у нее это спрашивают, это распространяется и на нее саму. Ей, когда присваивают, значит, звание иноагента, это же, ну, ей что говорят? Ей говорят, смотрите, Екатерина Михайловна, значит, мы, российский суд, считаем, что вы получали деньги через организации от правительств недружественных России стран, и на эти деньги вели деятельность внутри России по, там, не знаю, дискредитации российского государства среди российских граждан. Вот мы, мы суд российский, мы посчитали Екатерину Михайловну, а вы, ко всему прочему, как бы, там же история не про то, что, как это, вы сами это сказали, то есть она же не пошла и не сказала, что, здравствуйте, я вот получаю деньги от правительства США. Нет, мы, вы это пытались скрыть, то есть вы пытались это выдать за искреннюю позицию, а мы-то вас разоблачили, и вот, пожалуйста, вот поэтому мы вам назначаем, значит, вот это клеймо иноагента. Вы иностранный агент. Амнистия предполагает, что все это правда. Амнистия предполагает, что Екатерина Шульман признает, что да, действительно, я получала деньги от враждебных государств, да, действительно, я вела подобного рода деятельность, я действительно скрывала это в тайне от всех, и вот сейчас амнистия меня, значит, как бы, вот, я раскаялась, как бы, говорит она, поняла, что была неправа, и хотела бы, там, выйти на свободу раньше. Я бы хотела, чтобы с меня вот это вот, как бы, меня перестали преследовать законодательно и так далее, и так далее, и так далее. Ну, как бы, вот это амнистия утверждает, что Екатерина Шульман не в курсе значения этого слова, было бы, ну, наверное, как бы, смелым, это было бы смелое утверждение. Она, наверное, знает, что означает это слово. И тогда возникает второй вопрос, а почему она употребляет именно его? Почему она предлагает это в качестве решения? Потому что, ну, вот, есть такое выражение, да, значит, здесь ничего не исправить, Господь жги. Оно, как бы, что означает? Вот, вы запускаете проект, да, вы его делаете, 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 вкладываете в него усилия, время, деньги, значит, различного рода ресурсы, вкладываете, 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 и в какой-то момент вы оказываетесь в точке, у вас есть по плану, что, вот, там, не знаю, на этой неделе проект должен, там, мы его запускаем, и он должен взлететь. Вот вы его запускаете, и он, например, не взлетает, почему-то он очень не взлетает. У вас есть два варианта. Первый – бросить все и начать с ноля, например. Второй вариант – продолжить эти самые инвестиции. Это чемодан без ручки, который вы несете с собой. И, соответственно, у каждых людей разные пороги терпения, но плюс-минус в бизнесе – это известная история, что не надо тащить. То есть вы инвестировали, 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 и вдруг вы понимаете, что ваши инвестиции не работают. Имеет смысл потерять эти инвестиции вместо того, чтобы доинвестировать еще немножко больше и подождать, может быть, заработает. И здесь то же самое. То есть мне кажется, что точку, в которой мы бы могли сказать, вы знаете, российская система нормальная, судебная система, российская судебная система нормальная, ее нужно немножко подкрутить в общем и целом, как бы, она-то рабочая, да, то есть в общем и целом, как бы, система хорошая. Мы эту точку-то уже прошли. То есть я помню прекрасно, да, та же самая Шульман, она говорила некоторое время. Дальше у нас нормальное законодательство, нам просто его нужно чуть-чуть, ну, как бы, даже не доработать, да, а буквально отверткой подкрутить две гаечки, я знаю, вот, два винтика, и, как бы, система в общем и целом нормальная, просто ее нужно чуть-чуть поднастроить. Мне кажется, что мы эту точку уже прошли. Мы сейчас находимся в точке, когда, в принципе, всю эту систему можно нахер снести и вместо нее начать строить новую, начать строить с ноля, потому что, как вы собираетесь это делать, не до конца понятно. Отвлекаясь немножко в сторону, я тут смотрел выступление Вахштайна, какую-то лекцию, не лекцию, что-то, короче, где-то он там в Ютубе читал, вот, и он там приводил, вот, вот, как это, где пруфы, не знаю, где пруфы, где-то, короче, он там, он там приводил такую историю. Он говорил, что было исследование в России, они выделили три, 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 не направления, как это, три области человеческой деятельности, в которой происходит отвратительный, этот, как его, плохой отбор, да, как, ну, вот, неправильный отбор. Ну, короче, он говорит, смотрите, как это работает, значит, худшие ученики, худшие ученики, там, значит, школ, которые закончили школу и которые хотели бы поступить в какой-нибудь университет или институт, да, вот худшие из них поступают в педагогические, потому что так устроены, ну, там, лучшие поступают, словно, в экономические или в юридические, да, там, или, условно, идут на физтехно какой-нибудь, что более-менее престижно и что более-менее будет оплачиваться. А те, кто хочет получить хоть какое-то образование высшее, но не способны, там, или нет денег, или не способны, нет способностей, да, они идут в педагогический. А худшие из тех, кто закончили педагогические, значит, вузы вот эти, да, они идут работать в школу, потому что они не устроились никуда, они даже вот, закончив педагогический, никуда не устроились в какое-то другое место, и они идут работать в школу. И там они учат детей. И вот эти люди учат детей, эти дети учатся, 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 и потом худшие из них, снова иду с педагогически, он говорит, что вот так вот три итерации, и мы с вами оказываемся в ситуации, когда, мы действительно оказались в этой ситуации, когда, собственно, учителя в школе совершенно спокойно подделывают выбор, и их ничего не парит. Их не парит не потому, что у них нет совести или потому, что они такие мрази такие, а потому, что вот произошел такой вот естественный отбор. И там же в этом вот исследовании, собственно, да, Вахштейн говорит, вот есть учителя, у которых произошла вот эти вот три итерации отбора плохого, и еще две, одна из них была про городские администрации, еще какая-то, я не помню, какая, какую он называл. Вот вторая про городские администрации, он говорит, что типа того, что да, мы в какой-то момент оказались в ситуации, когда люди, которые управляют городами, наши вот городские администрации, мэрии и прочее-прочее, да, они в среднем глупее, чем средний житель, значит, того города, которым они управляют. То есть, жители лучше тех, кто находится в администрации, кто принимает эти вот самые административные решения. Они умнее, они лучше, они образованнее, вот как бы в среднем, как бы вот у нас есть такое распределение. Мне кажется, что судебная система примерно так же устроена. То есть, вы там при всем уважении, да, что вы там собираетесь подкручивать? Вот как бы, ну, действительно, ну, правда. Вот. То есть, вот Шульман говорит, что значит амнистия. При этом, как бы, ну, сама по себе амнистия, вот если вот в таком вот, в классическом, да, определении, но она предполагает, что мы признаем за собой вину, да, то есть я признаю, что это государство имело право назвать меня иноагентом, назвать меня, значит, предателем Родины. Как бы, ну, сомнительное утверждение это вообще-то. Вот. Как-то я сомневаюсь, что, знаете, вот люди такие, да, действительно, почему бы и нет. Тогда, ну, и мы понимаем, что, в общем, Шульман-то, ну, она не совсем сумасшедшая даже, она же все-таки понимает, о чем она говорит. Тогда у нас есть второй вариант, почему она выбирает именно это слово, почему она выбирает именно формат амнистии, почему она, как бы, говорит, вот что, вот, ну, давайте, как бы, амнистию, да, сделаем, вот в такой ситуации, когда, значит, нам нужно решить, вот у нас, условно, закончился, закончилась первая итерация путинского режима, началась Путин 2.0. Почему она выбирает такую систему? Ну, потому что, действительно, я-то говорю, давайте все сожжем, придем, да, значит, этот вот весь дом, этот вот до тла сожжем, сметем, значит, всю вот эту вот хрень, и на этом месте будем строить что-то новое. Она, в общем и целом, это человек разумный, она понимает, что это не будет, такого не будет, у нас есть с вами прецеденты, как это, что происходило в Германии после конца Второй мировой войны. Все те люди, которые сидели на административных должностях, они там на них и остались, потому что других, условно, да, они были, значит, зиговали и присягали Гитлеру, да, значит, и считали, что, кто там, не знаю, полики сами виноваты. Полики напали первыми, вот. Французы напали первыми. Но в целом, да, как бы других-то нет, поэтому, как бы, ну, действительно, и это правильная мысль, потому что смена режима, ну, как бы, вот у вас вы смените режим, да, и что? Как вы поменяете всех учителей в школах, ну, например, да, где вы возьмете других учителей, которые пойдут работать в школу, вместо тех, которые есть сейчас, которые прошли вот этот вот негативный отбор, прокрутились в этом колесе уже несколько раз, вот. И тогда, собственно, слово амнистия в данном контексте, как нам выйти из этой ситуации? Слово амнистия, это не история про то, что я признаю за этим государством право называть меня виновным. Это история про институциональность. Как бы, нам в рамках вот тех институтов, которые в любом случае сохранятся, да, нужны будут какие-то решения, да, ну, как бы, ну, действительно, как бы, суд никуда не денется, школьные учителя никуда не денутся, администрация, условно, городов, может, администрацию президента, хотя тоже сомнительно, на самом деле. Ну, Пескова-то, может, посадят, а его замов-то, которые, а их-то за что, да, там, значит, или у вас он, ну, ладно, неважно, да, то есть, как бы, кучу народов, всех не пересажаешь, вам нужно будет посадить половину России, как бы, тоже какая-то херня получается, вот. Тогда хорошо, окей, значит, у нас институты остаются, институты никуда не деваются, и нам в рамках этой институциональной системы, в рамках этой институциональной схемы, нам, собственно, требуется какое-то институциональное решение. И амнистия – это институциональное решение, доступное, вполне себе доступное, как бы, никто не спорит, да, то есть, вот, как бы, система есть, мы в рамках этой системы пользуемся тем, что, как бы, теми рычагами, которые у нас есть, рулим, как бы, тем, что, ну, как бы, мы не придумываем ничего нового. Но это, получается, еще более отвратительная история, потому что она, понимаете, как бы, в чем суть? У амнистии в политологическом смысле, в таком древнегреческом смысле этого слова, да, вот, как бы, если греки, демократия, политика и Аристотель и все прочее, то у амнистии есть сестра-близнец Амнезия. Они не одинаковые, но они довольно часто ходят рука об руку. Почему? Значит, если Шульман говорит, что она согласна на амнистию, она, соответственно, согласна в некотором смысле и на амнезию. То есть, если вы говорите, что вы сохраняете институциональный дизайн в том виде, в котором он есть, вне зависимости от того, хорошо, вот нас с вами, мы не, что значит, мы говорим конец режима? Мы не говорим конец режима, мы понимаем, что к концу режима края не видно. И в некотором смысле история про амнистию подтверждает, что в некотором смысле и Шульман понимает, что со смертью Путина ничего принципиально не изменится. Ну, мы дошли до этой точки. То есть, это как бы... Маленько, отвлекаясь просто в сторону, да, по поводу конец режима, конец режима. Вот некоторая наивность, которая существует... Я понимаю ее, она такая немножко политическая наивность, оторванная от реальности. Некоторая наивность, которая существует у говорящих, новых умных, как их назвал Панюшкин в условном Ютубе, да, она чем продиктована? Она продиктована тем, что люди, на самом деле, не очень хорошо понимают, как выглядит, ну, собственно, дизайн современной России. То есть, условно, тысяча семей, которым принадлежат ресурсы, среди которых распределены, значит, богатства. Представляем себе смену режима идеальную версию, да, значит, у вас жив Навальный. Путин, значит, Путина судят, да, там, значит, и Шойгу судят, и этого судят, какого-то, того. Славьева, да, значит, жив Навальный. Навального действительно выбирают на выборах, действительно высокая явка, действительно, там, вот это, вот это, вот это, вот это. Но он не будет устраивать революцию с раскулачиванием, не будет такого, что кто бы ни пришел к власти, можно это проговаривать, можно говорить, что как только мы придем к власти, мы сразу, значит, устроим раскулачивание. Но технически этого не будет, потому что есть определенные, есть политические задачи, тебе нужна политика, это искусство коалиции, значит, тебе нужно находить возможность с этими людьми договариваться и так далее, и так далее, и так далее. И опять-таки, не все из этих людей, из этих тысячи семей, условно, тебе же нужно еще доказать, если ты хочешь, чтобы у тебя работала судебная система, у тебя все было правильно устроено, тебе же нужно доказать, что они украли эти вещи, да, что они, значит, что они преступники. А если, покуда это не доказано, значит, если человек, условно, владеет заводом, то он продолжает им владеть, да, если человек владеет предприятием, то он продолжает им владеть, пока ты не доказал, что он его украл, убил, значит, изнасиловал и так далее, вывез с территории чужого государства. Значит, с этими людьми нужно будет как-то работать, они никуда не денутся, эти там, условно, тысячи семей, владельцы, те, кто сейчас владеют ресурсами в России, никуда не деваются, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, кто бы не пришел в следующей итерации к власти, мы понимаем, что, опять-таки, люди с этими самыми ресурсами, среди них есть те, которые, совсем грубо говоря, предположим, по каким-то причинам, что они действительно честно заработали свои деньги. Но есть и те, кто знают, что они заработали их нечестно, и, соответственно, они не допустят, чтобы к власти пришел человек, который, ну, как минимум, они приложат большое количество усилий к тому, чтобы к власти не пришел человек, который будет для них опасен, который лишит их детей, их внуков, лишит тех денег, которые они там, значит, за все это время наворовали. То есть, вот этой вот самой, знаете, революции, когда пришли, значит, хватит, пожили, теперь здесь будет сельсовет, ее не будет ни в каком виде. И система в том или ином смысле, если она и изменится, то она будет очень медленно эволюционировать. А медленная эволюция, это, условно, некоторая работа над собой, деградировать, катиться вниз проще, чем двигаться вверх. Соответственно, некая инертность, по которой Россия сейчас катится вниз, не быстро, но довольно, ну, как бы, медленно, но целенаправленно, да, она скатывается. То есть, есть некоторое количество людей, которые прилагают усилия, чтобы это не происходило, но, в общем и целом, вектор движения, он такой, он вниз идет. Да, то есть, сколько бы вы там этих усилий, сколько бы вы камушков не подкладывали, медленно, медленно, медленно все это сползает вниз. Соответственно, кто бы ни пришел в рамках этого режима, сам по себе режим не сменится. Там внутри есть акторы, которые заинтересованы в том, чтобы осталось так, как есть. Их все устраивает. Поэтому, говорение об амнистии для тех, кто уехал, для тех, на кого заведены уголовные дела политические, значит, в широком смысле слова политические, это и говорение об амнезии в том числе. То есть, мы не поднимаем вопрос о Магницком. Мы не поднимаем вопрос о Немцове. Мы не поднимаем, то есть, когда сменяется режим, например, да, и объявляется амнистия, Екатерина Шульна возвращается в Россию, и у нее все, вот как она, ее восстанавливают, условно, в Ранхиксе, да, она, значит, продолжает ходить на эхо Москвы. Вот все, как в 23 февраля, 22-го года, да, только вот с тем опытом, который у нас теперь есть. Одно из условий, по которым Екатерина Шульман возвращается, она не спрашивает, кто убил Навального. Никаким боком вообще. Нет такой темы. Она не спрашивает, значит, не знаю, там, что случилось с Владимиром Карамурзой. Ну, то есть, как бы, ну, а что? Так это, дайте время, время же еще просто не прошло, да, то есть, мы думали, что, опять-таки, и Навальный будет жить долго, и счастливо, вот, и вернувшись в Россию, там, ну, много чего думали, на самом деле. Дайте время, время покажет. Она, опять-таки, она же все время говорит, что время на стороне живых, но, знаете, среди живых есть те, которые хорошие живые, а есть те, которые плохие живые. И у этих плохих живых сейчас, в данный момент, очень много ресурсов, чтобы убивать хороших живых. Так что, как бы, ну, come on, guys. Вот. Короче, ну, амнистия предполагает, что вы исходите из мысли, что, да, действительно, вот эти вопросы по поводу того, кто начал, кто вот это все начал, да, мы их, грубо говоря, в некотором смысле не задаем. Там, опять-таки, их должны будут задавать люди, там, опять-таки, если этим людям тоже будет это интересно, удобно и нравится, то есть, ну, будет какое-то количество, условно, маргиналов со стороны Украины, которые будут говорить, дорогое европейское сообщество, какого хуя, да, но их будут стараться игнорировать и говорить, слава богу, война закончилась, давайте жить дальше, торговать газом. Давайте вернемся в 23 февраля, это плюс-минус, все так хотят. Короче. Я о чем все это? Вот мы все оказываемся в какой-то момент в ситуации, это было, это, ну, это же не так, наверное, да. Это было понятно, это было понятно, что в какой-то момент эта ситуация, она наступит, потому что, ну, вот, я все время ходил и говорил, что, типа, российский, то, что Олег Эцхойки назвал оппозиционным телевидением, да, российский YouTube оппозиционный, что эти люди, они немножко, они немножко живут на чемоданах. Ну, то есть, там, мы к Рождеству, значит, к Рождеству режим пойдет, мы, значит, вернемся в Москву, такие белогвардейцы, вот. И они, ну, до определенной степени, там, до последнего момента оттягивали распаковку, да, этих чемоданов и говорили, что, ну, нет-нет-нет, как бы, вот мы сейчас тут немножко, и, как бы, мы будем возвращаться. Ну, возвращаться, ну, мы вернемся вот с дня, ну, это не может продлиться долго, да, то есть, откуда, откуда вся эта любовь к апокалиптическим прогнозам экономическим, да, к тому, что, как бы, вот, как только-только экономика падет, опять-таки, у нас нет политики, у нас есть только экономика. Вот, как только-только экономика падет, так вот сразу же пойдет режим, и мы, в этот момент мы вернемся, и все у нас будет, как было раньше. Мне это очень сильно всегда, меня это всегда очень сильно раздражало, в том смысле, что, как бы, ребят, вы пока не распаковываете чемоданы, вы не переходите в режим, вы не переключаетесь из режима аполитичный в режим политический. Вы сидите и ждете у моря погоды. Ответ Шульман про амнистию, он неожиданный, он неожиданный, вот почему, потому что, уж, я от нее этого не ожидал, потому что, ну, уж кто-то, она-то понимает, мне казалось, что она понимает, как это работает. Ответ Шульман неожиданный, вот почему, потому что, когда она говорит, что давайте мы устроим амнистию, мы оставляем эту институциональную систему, институциональный дизайн системы, в которой она есть. Нам даже не надо менять режим, говорит она, да, мы объявляем амнистию, значит, прочее, 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 прочее. Ну, вообще-то, технически, это буквально звучит следующим образом. Шульман говорит, я бы хотела вернуться в Россию, и я готова пойти на то, чтобы государство признало меня виновной, а потом простило, значит, и выдало мне амнистию. Я готова не спрашивать про, значит, вот, про что там я готова не спрашивать, да, про, условно, про убийство Навального, почему сидит Илья Яшин, я готова об этом не спрашивать. Это логически вытекает, да, потому что, почему? Потому что, значит, я, Екатерина Шульман, осознаю, что, ну, в общем, как бы в этом месте, вот, мы дошли до той точки, когда всё, когда ты понимаешь, что это же история такая, то есть ты либо движешься вперёд, либо ты за головой повёрнутый назад, ты ждёшь, когда, значит, ты вернёшься в Россию. Мы всю дорогу осуждаем людей, которые, значит, вот, там, не знаю, продолжают работать на Первом канале, потому что у них ипотека, да, мы не осуждаем людей, но так немножко, ну, блин, когда люди говорят, что я не могу уехать из России, потому что у меня престарелые родители, вот, мне нужно за ними ухаживать, или там какие-то инвалиды, или просто у меня денег нет, да. Вот мы такие все в красивом белом пальто стоим и такие говорим, как вам не стыдно, вы там, значит, мы тут вот. Эта позиция понятная, но она понятна только при условии, что у тебя на определённой степени есть деньги на это. А когда эти деньги заканчиваются, ты начинаешь смотреть назад со словами, знаете, как бы, у меня здесь не получилось, здесь не работает. Мы возвращаемся снова к тому самому видео, которое про Екатерину Шульман как-то, Екатерина Шульман как-то мода. Откуда все эти концерты, с которыми она ездит по городам и весим-то, ей надо зарабатывать деньги. А откуда, почему ей надо зарабатывать деньги? Ну, потому что не получается. Тут вопрос другой, что, конечно, извините, ну, снисти свои представления о прекрасном, да, вот, как бы, да, действительно, это же тоже та же самая история. Все же друг другу говорили, что как только ты переезжаешь условно из своей вот этого, ты как иммигранты первой волны никогда никуда не выбиваются, они никогда ничего не добиваются. Это говорили люди, которые были уверены, что с ними этого не случится. Ну, потому что, да, действительно, ты иммигрант первой волны, ты приезжаешь, ты нахуй никому не нужен, ты языка не знаешь, местных правил не знаешь, возиться с тобой. Если можно найти человека местного здесь и сейчас по знакомству и так далее, нахера с тобой вообще возиться? Кому ты здесь нужен? Ты никому здесь не нужен. Все, что ты можешь, это устроить с посудомойкой, дать образование своим детям, а вот уже у детей будет все нормально, и они уже, как бы, вот, они уже устроятся. Это, как бы, довольно долгий процесс. И все друг друга об этом рассказывали. Они говорили, что, да, действительно, будьте готовы к тому, что будет очень тяжело. Но это, видимо, рассказывали люди, у которых были деньги на то, чтобы продержаться некоторое количество времени, а сейчас эти деньги заканчиваются. А никто не хочет идти работать посудомойкой. Вот о чем речь. Никто не хочет. Все хотят вот этот вот самый свой комфорт, уровень комфорта, который у них был в Москве, все хотят его сохранить. Поэтому, когда Екатерина Шульман говорит о том, что амнистия – это хорошая идея, и нам даже не нужна смена режима, это большой вопрос о том, что, дорогая Екатерина Михайловна, у вас прям совсем кончились деньги? Боленсиага сама себе не купит, что ли? Мы об этом говорим сейчас, да? Ну, может быть, как-то сократить траты, потому что я не уверен, что поддерживать вот это. Что меня всегда раздражало, опять-таки, и я так понимаю, что это, видимо, сейчас, секунду. Человек-карфаген. Без него не обходится ни одно наше видео. Господи, Галина Леонидовна Юзифович. Что меня всегда раздражало в Юзифович и раздражает, ну, и раздражало, и раздражает в Юзифович и в Долине – это вот эта манера российской интеллигенции всегда оставаться над схваткой. Я, Галина Леонидовна Юзифович, я не вмешиваюсь, я всегда остаюсь над схваткой, я такая вся прямо интеллигентная, интеллектуальная, значит, немножко нездешняя. Вот, и я, значит, я Галина Леонидовна Юзифович, я, значит, общаюсь запросто и с Прилепиным, и с, не знаю, с кем я еще общаюсь, там, и с кем-нибудь еще, с кем-нибудь, и с, хорошо, и с Ильей Яшином. Я открыто ко всем мнениям, потому что я вот такая вся, значит, я над схваткой. И Долин такой же, он тоже такой, значит, ну, мы не можем осуждать с вами Ивана Урганта, значит, вот за то, что он так вот, значит, знаете, тут вот с одной стороны война идет, а он, значит, рассказывает, какой у него замечательный Питер. Не то, что я собираюсь кого-то осуждать или не собираюсь никого осуждать, меня просто раздражает сама по себе вот эта вот довольно лицемерная позиция, когда ты говоришь что-то над схваткой. Потому что, глядите вы нахуй, потому что, какой, блядь, Прилепин? Ну, кому вы рассказываете? Что вы несете? Как бы, я не, простите, я не до конца понимаю, как можно оставаться над схваткой. То есть, у тебя есть человек, который, социопат, по большому счету, который ездил, значит, вот туда и стрелял в живых людей, а ты остаешься над схваткой. Ты считаешь, что, значит, нужно понять всех. Это, блядь, тоже не новость. Скандал с Темной Иванессой, когда, еще раз, давайте проговорим это еще раз. Скандал с Темной Иванессой был инспирирован фразой Юзефович о том, что педофилия – это нормально. Она прямо говорила, что, значит, у нее был текст про то, что она написала, что, значит, вот, там главный герой, не главный герой, герой – педофил, да, и вот, как бы, это не болезнь, это такая форма любви у него, да, это вот он, вот, 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 ну да, в смысле, не в смысле болезнь, да, в смысле, это такое очень болезненное, но это, в общем, в целом, хорошее чувство, это любовь, она просто вот так вот выражается. И к ней приходили люди и говорили, это, блядь, не то, вы сейчас какую-то хуйню несете. А она такая, ну как же, а вот Гумберт, и говорили, и Гумберт тоже нет, потому что это, сука, блядь, просто насилие по отношению к детям, неважно, там, любит он, не любит, это, как бы, это насилие. Вы ебанутые, у вас, как бы, у вас вообще отсутствует полностью представление о том, что такое эмпатия, дорогая Галина Леонидовна. И вот, дорогая Галина Леонидовна, видимо, влияет на дорогую Екатерину Михайловну, потому что Екатерина Михайловна тоже начинает рассказывать примерно в этом же ситуации. Я остаюсь над схваткой. На какой, блядь, схваткой ты остаешься? Тут, чтобы оставаться над схваткой, тебе нужны ресурсы для этого. Ты должен быть, условно, там, ну, не Илоном Маском, да, но у тебя должно быть достаточно денег для того, чтобы ни одна из сторон не могла на тебя повлиять. То есть, если уж мы вот прям совсем так вот грубо говорим, а когда у тебя, простите, заканчиваются деньги, и ты выглядишь, как человек, который ездит по миру и побирается, 50, сука, евро концерт Екатерины Михайловны, при всем уважении, вы там, ну, поехавшие все, что ли? Вот. Вот это вот, да, когда у тебя нет денег, ты не можешь оставаться над схваткой. Поэтому, ну, опять-таки, не то чтобы, да, знаете, как бы... Жак Береда, которого Екатерина Михайловна не собирается иногда читать, а я думаю, что вот мы к осени, наверное, устроим в Берлине лекцию по поводу деконструкции, вот, он-то говорил, что говорит не человек, говорит дискурс. Имеется в виду, что человек сам по себе является проводником некоторых изменившихся представлений о прекрасном. Я не уверен, что эти представления так изменились. Еще раз я буду, я настаиваю на том, что это дурное влияние Галины Леонидовны. Вот, но да, действительно, мы видим с вами смену дискурсивной практики, в которой амнистия становится легитимностью, легитимным вариантом выхода из этой ситуации. Это интересно. Да, как это... Надо переставать осуждать людей за то, что они поддерживают войну в Украине, потому что у них ипотека. Надо входить в положение, надо оставаться над схваткой и понимать, что да, действительно, вы знаете, ну ипотека же. Вот, да, действительно, вы работаете на Первом канале, получаете, значит, вы как бы рассказываете про то, что укра-нацисты и прочая хуйня, да, значит, но у вас же ипотека как-то же, ну, человеку надо как-то жить, а Москва дорогой город. Вот, надо войти в положение, да, надо, 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 как-то вот объявить амнистию. Почему бы и нет, действительно, забыть, простить. Бабло победит зло. Баба-бабло. Ну, короче, вот я это... Это грустненько все это. Пока.